приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы очень часто зрители и подписчики просят просят приготовить какой-нибудь соус соусом я в принципе не люблю потому что считаю что готовить нужно так чтобы соус и любой другой усилитель вкуса к блюду не понадобился но сейчас сезон и есть несколько вещей которые я люблю очень и очень хочу с вами ими поделиться сегодня будем готовить кавказскую или грузинскую аджику потрясающая штука готовится очень просто хранится долго совершенно спокойно ну как бы за счет того что она острая хранится вообще без проблем у нас по два года иногда баночки стояли совершенно не теряет своего вкуса у меня такая аджика стоит на столе практически всегда я очень люблю ее и также на основе этой аджики можно приготовить много соусов и томатных на основе томатной пасти пасты и любых других соусов также аджику можно добавлять при приготовлении блюд итак друзья поехали обязательно работая с перцем ну не то чтобы обязательно но очень желательно использовать перчатки потому что даже если вы не залезете в глаза руками которые трогали перец то если его большое количество больше чем один стручок он начинает просто через полчаса после того как вы с ним поработали невыносимо печь руки поэтому рекомендую перчатки для приготовления грузинской аджики нам понадобится чеснок острый перец мы использовали зеленый потому что такой был точно также можно использовать красный острый перец то есть цвет совершенно можно использовать и зеленый и красный пополам понадобится грецкие орехи далее молотая кинза или кориандр хмели-сунели и уцка-сунели наверное перепутал наоборот ладно неважно в общем и соль соль и растительное масло друзья смотрите в описании видео вы найдете рецепт приготовления исходя из пол килограмма перца чили то есть все ингредиенты лариса скрупулезно по граммам по весу для вас написала мы готовим из трех килограммов чили потому что джипу я же говорю она у меня на столе постоянно всегда я ее я вообще очень люблю вас в первую очередь нам надо все перекрутить на мясорубку используем решетку с диаметром отверстия 5-6 миллиметров то есть не самую мягкую хорошо что это не лук и хоть глаза не будут страдать при приготовлении отжирки ни один глаз не пострадает наша задача перекрутить все на мясорубку чтобы потом проще было его перемешивать буду перекручивать вот так вот порциями после того как измельчили все ингредиенты вносим в нашу аджику специи пахнут они просто потрясно теперь наша задача все это дело перемешать при этом желательно чтобы вот все вокруг не было в специях ну и почекать наверное придется также добавляем сюда соль и я думаю что перемешивание займет у меня очень долго времени очень много вернее поэтому процесс этот показывать не буду сейчас перемешаю и расскажу что делать дальше после того как хорошо можно аджику раскладывать по баночкам баночки предварительно любого размера можно естественно использовать предварительно пастеризовали с помощью кипятка и крышку тоже хоть аджика и имеет такую концентрацию перца что ничего с ней не случится но все-таки предпочитаем так сказать перестраховаться вот таким вот образом заполняем баночки и теперь берем масло прессованное вот которая имеет такой яркий яркий запах то есть подсолнечное масло первого отжима и сверху это дело чуть-чуть заливаем чтобы аджика не пересыхала потом когда вы зимой откроете эту баночку то же самое вы будете использовать аджику я ее люблю вот таким вот образом использовать на хлебушек намазываю и очень острая вот я такое острое люблю вообще супер но сейчас она еще не раскрылась еще не успели раскрыться все специи где-то через день-два все специи раскроются и будет красота баночки укупориваем и они готовы к хранению вы наверное обратили внимание что аджика зеленого непривычного цвета это из-за того что перец зеленый если вы будете использовать красный перец то она будет именно такого цвета как вы привыкли кстати помните люди моего возраста зрители наверняка помнят советские времена майонезных баночках продавалась аджика вот это вот аджика я ее очень любил вот эта аджика очень похожа на ту которая продавалась в чем мы делали где-то в грузии по моему которая продавалась во времена моего детства молодости друзья с удовольствием вам представляем рецепт аджики сделайте такую штуку если вы любите острое вы просто будете в восторге от этого если не очень любите острое очень хорошая приправа подходит для приготовления как я уже говорил соусов ну реально я не знаю кому она может не понравится лариса не очень любит острое но все равно аджику вместе со мной мечет две ложки в две ложки я имею ввиду поэтому с удовольствием вам представляем этот простецкий рецепт если есть какие то вопросы по приготовлению пожалуйста в комментариях комментарии всегда открыты мы с удовольствием с ларисой с вами общаемся ну и естественно пальцы вверх делитесь видео подписывайтесь а мы с ларисой будем снимать для вас новые рецепты кавказская аджика в силу сезонности прервала нашу серию видео о среднеазиатской кухне поэтому продолжим о среднеазиатской кухне пока всего доброго пока пока